Добрый день, дамы и господа! Сегодня 27 августа 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн. Вчера утром введены новые санкции, подписаны новые санкции против России, Америки и Дональдом Трампом. Что означают эти новые санкции для граждан России? Интересно следить за политическими действиями Трампа. С одной стороны, он требует, чтобы Путина, то есть Россию, вернули в большую восьмерку. Его аргумент – мы не можем добиться прогресса в Иране, Сирии, Северной Корее, если в решении этих проблем не будет участвовать Россия. То есть, если Россия будет активно противодействовать этому делу. С другой стороны, Трамп подписал санкции, которые США наложили на Россию в связи с попыткой отравления Скрипалей в Лондоне. За это на РФ уже были наложены санкции, и Трамп потребовал от Кремля подписать гарантии неприменения химического и биологического оружия. Россия его подписала, что угодно, не впервые подписала, наплевал. Но Трамп потребовал, чтобы международные организации имели право, что называется, совать свой нос куда угодно и проверять все подозреваемые в изготовлении чего-то похожего на то, что я сказал, лабораторий. Что, естественно, верные чекисты путинцы никак делать не собирались и не сделали. Но вот их отказ предоставления таких гарантий, собственно, и привел к следующему раунду санкций. Что же это за санкции, которые вошли в силу 26 августа в 7 часов утра по московскому времени? Сначала о самих санкциях, а потом о том, какое это влияние окажет на страну и ее жителей. Значит, первое, это американским банкам запрещено отдавать деньги в долг государству России. Во-вторых, также американские деньги запрещено участвовать ими в краткосрочных займах любым предприятиям, участвующим в госпроектах России. А Вашингтон будет также препятствовать кредитам, которые России давал ранее Всемирный банк и другие международные организации. И последнее, это запрет на продажу любых товаров или информации, связанной с этими товарами, которые русские смогут использовать для производства химического и биологического оружия. Естественно, рубль снова покатился, а займы России сможет теперь находить, будет значительно сложнее, но будет находить на значительно худших условиях. То есть, отдавать надо будет больше, чем раньше. Намного. А как же все это отразится, собственно, на гражданах России? Так как предположить, что чиновники-олигархи будут воровать меньше, чем раньше, чем до этих санкций, нереально, правильно? То просто те крохи, которые доставались стране на пенсию, на инфраструктуру, на починку огромного, уже давно устаревшего и заржавевшего хозяйства, станут еще меньше. По-прежнему, 30% деревень и сел в России не имеют дорог, не имеют доступа к сети общего польза. Нет, дорог с твердым покрытием. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня вот такой вопрос. Я автор-любитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельгоф, до федеральной трассы, 50 километров. А зачем вам машина-то? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? После того, как воры распределят между собой большую часть общака, будет оплачена армия, естественно. Расходы на нее будут расти с увеличением страха вождей, читай, воров, за свою жизнь. Будут увеличиваться внутренние силы, типа ОМОНа, Национальной гвардии, типа аналог штурмовиков, Битлер-Югенда, соответственно, в фашистской Германии. Им будут все больше и больше платить, чтобы они не предали в самый тяжелый, что называется, ответственный момент. Но все равно предадут. Еще надо платить церкви, чтобы держала темную часть населения в узде. Ну, на это вот, на все деньги найдут. А население будет нищать еще и еще, еще больше деградация, запои, еще больше отставание от цивилизации, возвращение в далекое прошлое, скажем так сказать, рекордными темпами. То есть, в то время как мир идет вперед, Россия будет спадать, двигаться назад. Но как следствие усиление, естественно, протестного движения, взрыва, негодования, вот всяких там радиаций, плохой еды, жуткой воды, увеличение смертности населения и его дегенерация. И вот все это вместе приводит к взрывам атомных реакторов и дегенерация, и, так сказать, то, что никто не следит ни за чем, то, что денег нет, то, что воруют все, что можно. То, что не украли наверху, украли местные чиновники. А взрывам газовых труб под жилыми домами, экозультат сотни убитых под руинами этих обвалившихся домов, болезни, о которых не слышали со времен средневековой Европы. Люди у нас умирают в больницах, для этого больницы и существуют. А санкции на этом не остановятся, потому что, например, вот сенатор Круз готовит новый пакет, дополнительный, направленный против тех уже теперь, кто помогает России строить Северный поток-2. И это включит в себя и немцев, и французов, и вообще кого угодно. Европейцы, которые на словах против включения Путина в восьмерку, на деле берут от него деньги, а строят вместе газопроводы. Основная цель которого Северный поток-2 это задушить Украину. Ну, еще немножко, так сказать, кстати, по Польше ударить. Ту самую Украину за вторжение, в которую Европа в 2014 году наложила на Путина. Вот эти самые санкции исключили его из восьмерки. Да, вот скажите, абсурд, правильно? Абсурд. У Трампа есть стиль поведения с теми, кого он хочет заставить перестать делать что-то, что Америка хотел бы прекратить. А сжать экономически, при этом улыбаясь лично и называя, значит, тиранов лучшими друзьями, хорошими парнями, популярными политиками. Он говорит это о северокорейском чудовище Киме, об убийце и международном преступнике Путине, о лидере Китая, который, ну, непопулярен точно, совершенно добрый, не добрым, не популярным, не миролюбимым его, ну, никак нельзя назвать. Несмотря, значит, на то, что даже наши демократы и половина мира кричат, что Трамп, так сказать, неправ, он там слишком, посмотрите на Иран. После двух лет американских санкций. Валюта, значит, падает уже, так сказать, за чертой. Инфляция растет страшными темпами, экономика в ужасном состоянии, нет денег помогать террористам, чего, собственно, мы от них и добивались. И начались протестные демонстрации и движения. Трамп ждет, когда руководство Ирана поймет, что, чтобы выжить, надо идти к Трампу и целовать кольцо. Иран уже не тот, что был два года тому назад, совсем не тот. Россия больше богаче, значит, народ более апатичен и готов жить, ну, в грязи и без пищи. Но ему надо молиться на вождя все время. Но вот в какой-то момент, значит, вот то, что еды не будет, вот ни славянский фюрер им не заменит. Трамп, я думаю, надеется на то, значит, что когда бабки в селах поймут, что нечем кормить внуков, и что, значит, никакого будущего у их детей при Путине нет, начнется волна народных протестов. И тогда у Путина и его ПГ будет два варианта действий. Топить страну в крови, и тогда уже, так сказать, никакой помощи ниоткуда он не получит. И надеяться, что, значит, выжившие разбегутся по норам. Или бежать к единственному спасителю, Доналду Джею, и перестать делать то, что Трамп хочет, чтобы они перестали делать. И, соответственно, получить снятие санкций, помощь в построении капитализма, или чего они собираются строить. Народная мудрость говорит, нельзя зверя загонять в угол, не оставляя ему никакого выхода. Своими медленными, но постоянными наращивающимися действиями Трамп показывает Путину, и таким, как Путин, его банди в том числе, куда все это может их привести. Но при этом говорит, я не собираюсь менять строй в ваших странах. Я не собираюсь менять лидеров, руководителей ваших стран. Все, что я хочу, это, чтобы вы перестали делать, это, это и вот это. Мы не предсказатели здесь, так сказать. Я пророком, так сказать, в последнее время не работаю, да, и не знаю того, что произойдет в будущем. Но, зная историю жизни Доналда Дж. Крампа, я должен вам сказать, пока что у него получалось все, что он задумывал. Подписывайтесь на наш канал, мы даем вам факты, а вы извлекаете этого свои собственные выводы и делаете свои собственные умозаключения. На этом все. До следующих встреч. Народ это просто быдло. Он достоин той участи, которая сейчас существует.